Тут есть такой заместитель мэра Иркутска Дмитрий Ружников. Он выступал в Сколково на защите проекта по программе развития 100 крупнейших городов России. В проекте сказано, среди прочего, что чиновники рассказывают о туристической привлекательности города Иркутск. И там Ружников говорил следующее. Давайте быстренько пробежимся по предпосылкам. Это великое озеро великой страны Байкал. Он рассказывает, какие преимущества есть у Иркутска. Русская Америка управлялась из Иркутска. Декабристы очень любили наш город. Прямо семьями приезжали. Деревянное зодчество и так далее. Я так понимаю, он так иронично пошутил над репрессиями царской России. А через несколько лет будет утверждать, что зэки прямо-таки любили российские швабры. Слушайте, ну да, вот это сегодня, да, бесталанность и абсолютная недальновидность российских чиновников. Ну, казалось бы, да. А, ну все понятно. Ну, такой модный пробор, ну. Ну да, да. Мальчик, сколько, интересно, 25 ему лет? Сколько ему дадут? Не знаю. Слушайте, но с другой стороны, наверное, сейчас в Иркутской области такие чиновники очень в чести. Там же губернатор господин Кобзев, да, как его говорят, чупа-чупс. Многие видео, точнее, видео вот эти, которые видели многие граждане, которые мы не можем показать по соображениям цензуры, потому что запрещено распространять порнографию, и это статья. Ну, ему, как говорится, можно, но другим нет, видимо, да. Ну, не то, что ему там кто это распространяет, но участие, я имею в виду, да. Посмотрите, в общем, а лучше не смотрите, не надо, поберегите психику. Но в любом случае я понимаю, почему этот молодой человек сидит на своем чиновничьем кресле не за мозги, не за таланты. У него, видимо, другие-другие какие-то таланты. И на кресле ли он вообще сидит? А на чем он там сидит в Иркутске, да? Ну, вообще, в целом, да, вся тема, вот, представляете, вот, сибирские мужики, ё-моё, просто несгибаемый, несломимый, блин, мощь просто, да. Россия. И тут вот такой губернатор. А это кто еще? Заместитель его? Это вице-мэр Иркутска. А, вице-мэр. Ну, все там, что тут говорить, да. Все теперь там под одну гребенку, видимо. Да, для справедливости в Википедии указано, что из 121 декабриста, осужденного Верховным уголовным судом на каторжные и крепостные работы, на поселении были отэтапированы 115 человек. Среди них есть, ну, в общем-то, известные россияне.